В общем самом деле мир разделился, Байден и западная коалиция выступают за наземную операцию, Пекин и Москва выступают за прекращение огня, за двугосударственное урегулирование, за создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Ну и здесь конечно посмотрим, чья позиция в итоге будет доминировать и возобладает, почему это важно в Газе сейчас, страшный гуманитарный кризис, так что ждем начала завтрашних переговоров, в самом деле внимание всего мира приковано именно к ним. И еще важное пикантное обстоятельство, сразу после переговоров Путина и Си Цзиньпина, ну президент Российской Федерации по завершении программы отправится в Россию, а министр иностранных дел, эту информацию сегодня уже подтвердил МИД, отправится в Северную Корею, в Пхеньян и будет проводить встречу с Ким Чен Ином.